ЛИМОН Мы продолжаем самое доброе утро. Ир, какие ассоциации вызывают у тебя слово «лимон»? Лимон? Я очень люблю чай с лимоном. Ну, особенно, когда чуть-чуть простыло или в холодную погоду. Да, действительно, мы привыкли относиться к лимону как к лекарству. Все дело в нашем убеждении, что лимон чемпион по содержанию витамина С. Но на самом деле есть много продуктов, в которых витамина С гораздо больше. Ну, например, в красном перце его больше в пять раз. Ничего себе! Шиповник, смородина и даже хрен более богаты аскорбинкой. Так что, получается, лимон вообще не нужно употреблять? Обязательно надо. А что в них есть еще полезного и как их правильно выбирать, хранить и употреблять, об этом мы расскажем в нашей постоянной рубрике «Съедобная азбука». Он кислый такой, он желтый. Еще он такой крутенький. Пьют с чаем. В нем много витаминов. Один из самых популярных цитрусовых лимон ценится не только за бодрящий аромат, но и за лекарственные свойства. Большинство из нас, когда простужаются, вспоминают про чай с лимоном. Предполагается, что мифические золотые яблоки гисперид, за которыми отправился Геракл, не что иное, как лимоны. В скандинавских легендах тоже упоминаются фрукты бессмертия. Кому посчастливилось их есть, тот не знает болезней. К лимону еще в древности относились как к лекарственному растению. Ботаники полагают, что его родина Индия. Там эти цитрусы могут расти даже в дикой природе. В Россию лимоны были доставлены из Голландии во второй половине 17 века. Растения стали выращивать в кремлевских оранжереях. Этот фрукт так быстро стал популярным, что уже в начале 18 века его выращивали в усадьбах. Это очень хороший источник витамина С. И вот эта концентрация витамина С, еще и концентрация природных органических кислот, вкус вот такой именно кислый, да, концентрация биофлавоноидов, концентрация природных ферментов делает его совершенно уникальным продуктом. Лайм тоже цитрусовый, тоже из того же рода, что и лимон, но немножко отличается по форме, чуть более зеленый окрас. Вообще лайм даже немножко выигрывает у лимона в концентрации биологически активных веществ. Там есть и калий, и магний, и кальций даже есть в лайме. И лайм вот по концентрации биофлавоноидов и витамина С превосходит несколько лимон. И лимон, и лайм оказывают очень хорошее действие на нервную систему. Доказано, что это природный транквилизатор и природный антидепрессант. За счет большого количества органических кислот и биофлавоноидов они имеют свойство природных ферментов, то есть они помогают пищеварению. Вот на Востоке, в Индии, например, в Китае, вообще юго-восточная кухня, она предусматривает на столе лайм. Это доказано, способствует пищеварению. Итак, чай с лимоном поможет нам взбодриться и поднимет настроение. И тогда утро будет самым добрым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!